части города. Здесь на фотографиях потом можете посмотреть. Кто не был, обязательно приходите. Здание нашего музея считается памятником архитектуры и истории республиканского значения и представляет собой пример, образец городской усадьбы конца 19-го, начала 20-го века. В нашем музее в небольших залах мы в хронологической последовательности рассказываем основные этапы развития истории нашего города Кокштау, начиная с даты его основания, это 1824 год, и до сегодняшних дней. Сегодня более подробно мы расскажем о Кокштау в годы войны. Начнем с того, что накануне Великой Отечественной войны в нашем городе проживало всего 20 тысяч человек. Учитывая, что сейчас уже проживает более 160 тысяч человек, город у нас был небольшой еще совсем, и каждый четвертый житель ушел на фронт воевать. Но между тем, все, кто остались, это женщины, дети, подростки, все они помогали фронту как могли. Дело в том, что у нас был глубокий тыл. В 1941 году в наш город был эвакуирован завод с города Подольска швейных машин. И на базе нашего Кокшетавского механического завода и этого завода с города Подольска был организован военный секретный завод под номером 621. Здесь вы можете на фотографиях увидеть, какую военную продукцию изготавливали в нашем городе, на нашем военном секретном заводе. Так как Кокшетавский механический завод был не очень большим для нашего города, поэтому даже все станки, которые были привезены, их невозможно было разместить в одном здании. Всего привезли 2066 станков. И поэтому сначала их выгрузили, вот здесь недалеко от нас, где мы сейчас находимся, это район Швейная фабрика, где здание Нуратана, там выгружали все это оборудование, а затем уже распределяли по цехам. Кто-нибудь знает, где у нас был военный секретный завод, где располагался? В каких зданиях сейчас? Какие еще сохранились? Я знаю. Машиностроительный, техники. Молодежь сейчас. Молодежь желательно бы, конечно, чтобы... Ауэзова, да, где у нас здание ЦОН, также где университет имени Абаем Ирзахметова, здание Акмолинского областного историко-краеведческого музея и также рядышком лицея. Там у нас были расположены цеха военного секретного завода под номером 621. Вот. Всю эту продукцию изготавливали, отправляли все на фронт. Вот. Работа была очень сложной. Работали в две смены. Если не закрывали норму положенную, то их даже не выпускали. Не было пропуска, их не выпускали, пока они не сдадут норму рабочие. Но работали, естественно, в основном это подростки, женщины. Вот. На фотографиях вы можете посмотреть военная продукция, которая была изготовлена. Также в нашем городе были эвакуированы госпитали в наш город. По железной дороге привозили военных солдат раненых и их доставляли, располагали по госпиталям. В 1941 году осенью к нам был эвакуирован с Белоруссии эвакогоспиталь под номером 2447. Затем был эвакуирован второй эвакогоспиталь 2396. А в 1942 году также был эвакуирован госпиталь для немецких военнопленных, который был расположен у нас, так, улица Канай-Би и Акана-Сиры на углу. Вот. Больница у нас в то время была всего одна. Это на территории областной больницы. У нас здание до сих пор, может быть, кто-то видел, знает. Первая советская. Что? Первая советская больница. Больница, да. И вот во время войны там у нас была расположена хирургия. И так как зданий не хватало, естественно, раненых было очень много. И всех размещали по различным зданиям, которые были в тот момент такие большие, комфортные здания для раненых. Вот. Ну, здесь вот на фотографиях у нас это вот и наш, здание нашего музея был эвакогоспиталь. Напротив нашего музея сейчас здание расположено. Ну, и практически вот по этой улице Канай-Би, которая раньше называлась Чапаева, а в то время еще называлась Тюремная. Вот. Там были у нас госпитали. Медсестры в основном работали, молоденькие девушки. И привозили солдат в любое время года, в любое время суток, да. И чтобы их доставить, надо было привозить с вокзала в другой конец города. Надо учесть еще то, что в то время наш город заканчивался улицей Габдулина. И от вокзала, хотя здания вокзала еще не было на тот момент, оно было построено у нас в 1949 году, до улицы Габдулина был большой пустырь. И вот эти молоденькие медсестры очень тяжело было доставлять раненых, тем более автомобилей в то время тоже еще не было. Вот. Но между тем доставляли на телегах, на лошадях, да. В любое время привозили в госпитали. Все, кто выздоравливали, их отправляли, естественно, обратно на фронт. А кто погиб, они у нас похоронены на нашем историческом кладбище. Историческое кладбище у нас находится на территории Бармашина, знаем, да. На нем хоронили еще в течение 50-х, 60-х годов. В основном фронтовиков, всех, кто воевали. Также там есть могила нашего героя. Это Федор Глинин. Вот. И установлена братская могила для всех военных, которые были похоронены, которые погибли в наших эвакогоспиталях. Вот. Так что в нашем городе многие жители жили, вернее, практически все жили, да, все под одним лозунгом. Все для фронта, все для победы. Отправляли различное продовольствие, материально, деньгами тоже. Отправляли все это на фронт. Хотелось бы сказать, что всего за годы войны с нашей Акмолинской области было собрано из личных сбережений трудящихся более 13 миллионов 170 тысяч рублей. Средства шли на постройку танковой колонны «Колхозник Казахстана», авиаэскадрильи «Советский Казахстан», подводной лодки «Пионер Казахстана». Население города помогало бойцам Красной Армии, отправляя на фронт посылки с теплыми вещами, бельем и продовольствием. Всего на фронт с территории Акмолинской области ушло более 80 тысяч человек. Из них 574 – женщины.